Дорогие, мы говорим с вами о том, что существует Существует наследие от отцов И наша задача, когда мы приходим к Богу Чтобы мы от этого наследия ушли И в нашу жизнь пришло наследие Божье Скажи со мной, наследие Бога? Потому что ты становишься семьей Бога Когда мы берем хлеб и вино И делаем причащение, приобщение к телу и крови Христа В этот момент мы свидетельствуем, что Иисус Христос Что Бог Отец, что Дух Святой это наша семья И мы являемся частью царской семьи И мы должны войти в благословение Войти в то, что у Бога есть для нас Поэтому это очень интересные вещи, друзья Когда в твоей жизни, в твоем разуме И в твоих чувствах, и в твоих обстоятельствах Появляется что-то, чего никогда не было У твоего семейного древа То есть у твоих родителей У твоих братьев, сестер, родственников То есть это отсутствовало Но это что-то, чего еще вообще не существовало Потому что вы должны знать, что Бог, когда Он с нами работает Он очень часто нам дает то, что в самом деле Он не дает никому, только тебе И это касается тебя, потому что ты индивидуум Ты сотворен Богом Бог не делал людей на ксероксе, понимаете? Или на каком-то заводе То есть каждый человек создан индивидуальностью У каждого, заметьте, свои отпечатки пальцев Сетчатка глаз, своя жизнь, своя судьба Мы все разные, мы можем быть похожи, но мы разные Скажи Аминь И когда Бог что-то дает тебе Ты должен понять, что Он не дает тебе то, что ты видел у кого-то Он дает тебе то, что ты увидел для себя в своей жизни Ты можешь видеть примеры Ты можешь искать того, что у других людей И это хорошо смотреть на то, что есть у кого-то Может быть у кого-то ты видишь хорошую семью Это хороший пример Но ты увидишь сам на своем опыте Что с тобой Бог будет работать лично и индивидуально Аминь И эта работа будет проходить так, что ты увидишь Что то, что тебе дал Бог Это только ты Это только ты мог получить Это не мог получить другой Именно Послушайте, именно это является очень важным Многие люди, они пришли в церковь И даже когда разрушилось проклятие на человеке И человек получил исцеление Вы понимаете, что проклятие болезни Это одно проклятие Но самое страшное проклятие, чтобы вы знали Если не считать вот болезни Болезни это очень страшно Но если не считать болезни То вы должны понимать Это проклятие на разуме И проклятие на характере Это самые страшные вещи Именно из-за характера люди все теряют Если характер проклятый, человек проживет проклятую жизнь Если разум проклятый, человек он будет все время страдать И проклятый разум, понимаешь, это серьезная проблема. То есть человек в своем разуме, он не может преодолеть какие-то барьеры. Его разум, он контролирует его. То есть что происходит? Когда у человека проклятый разум, он повторяет ошибки своих предков. Но удивительно то, что есть грехи, есть помыслы, есть ошибки в нашей жизни, о которых мы даже не могли знать, были ли они у наших предков. Но мы обнаруживаем их у нас. Мы обнаруживаем и думаем, почему я так думаю? Почему у меня такое мышление? Почему я не могу через это переступить? И чтобы вы знали, друзья, на самом деле это пришло от предков. Просто об этом никто не говорит. Есть явные вещи, которые все видят. Есть явные вещи, которые нельзя скрыть. Но есть множество тайных вещей, которые гнездятся в нашей душе, в нашем уме, в нашем разуме. И об этих вещах никто не может узнать. Точно так у наших предков это было. Это называется тайная жизнь человека. И вот эта тайная жизнь человека, она должна прийти в благословение. Ты скажешь на это аминь? Она должна прийти в благословение, чтобы человек не терзался внутри. Потому что внешне человек может быть очень респектабельным, очень таким, знаете, красиво выглядеть. Ну все очень круто. Но и даже внешние обстоятельства вокруг него нормально. Но то, что в нем, внутри эти страхи, эти терзания, эти, может быть, чувства вины, самоосуждения, эти разного рода фобии, разного рода предрассудки, эти все вещи могут настолько быть серьезными, что человек буквально, он несчастливый из-за того, что живет в нем, из-за того, как он думает. Когда он начинает подниматься в своей жизни, он пробует подняться, он пришел к Богу, он пытается заняться бизнесом, он пытается, к примеру, заняться служением, он что-то делает, и он натыкается на то, что нет результата. Он начинает обвинять себя, он начинает думать о себе неправильно, и эти мысли, которые его приводят к этому, к этим результатам, он их начинает видеть, что как только он начинает подниматься, у него приходит мысль, мысль, и вслед за мыслью приходит действие обязательно. И вот я вам хочу сказать, что когда мы пришли к Богу, проклятие должно быть разрушено, и проклятие болезни, оно разрушается быстро. Проклятие, к примеру, там, на одиночество, друзья, это проклятие разрушается мгновенно, это просто не проблема, чтобы вы знали на самом деле. Это все Дух Святой прикасается. Вообще, во Христе Иисусе мы новое творение, во Христе Иисусе мы благословены. Ты скажешь, ну а если я реально вижу, это, послушай, это момент всего лишь, Дух Святой подойдет к тебе, и факт того, что написано в Библии, осуществится на твоей жизни, и все. Но вопрос в том, что нам нужно, чтобы было проклятие разрушено на нашем разуме, на нашем разуме, именно на разуме, чтобы мы стали новыми людьми, нам нужно по-новому мыслить. Кто-то на это аминь скажет? И мы с вами уже говорили в прошлое собрание о том, что только учением и словом можно разрушить проклятие на самом деле. Почему и нужно учение, почему нужно слово? Вы знаете, что помазание, оно должно пребывать на человеке. Бывает такое, когда помазание, оно приходит на человека, но потом оно уходит. И почему так бывает, это, чтобы вы поняли, это вообще нормально. Потому что есть помазание приходящее, и есть помазание пребывающее. Когда-то я попал на одно собрание. Это было очень давно. Как только я показался, прошло там несколько лет, и я попал на это собрание. И там реально Дух Святой был на этом служении. Когда я стоял на служении, Дух Святой подошел прямо ко мне. Вы знаете, я ощутил физически, как он меня коснулся. И это был для меня такой шок, ну такое переживание, чтобы вы поняли, в то время это было нереально. Если сейчас я переживаю Духа Святого каждый день, то тогда это был феномен. Я вернулся домой. И это чувство, вот эта атмосфера и это помазание меня сопровождали две недели. Две недели. Вокруг меня даже чудеса творились. Как только мы начинали молиться, все было одинаково, как вот это помазание, помазание, оно руководило нами. Но потом все исчезло. И вот вы должны понять, почему помазание может пребывать на человеке какое-то время, а потом уйти. И почему помазание может быть пребывающим на тебе все время. Вы знаете, что был такой человек Гиезии. Кто знает, кто такой Гиезий в Библии? Все практически знают. Гиезий – это был помощник Елисея. И Гиезий, поймите, он мог делать чудеса. Гиезий мог творить чудеса. Он был рядом с Елисеем. И когда умер мальчик, то Елисей сказал, возьми жезл, пойди, положи на ребенка. Ну, ребенок не воскрес в тот момент. Но это практиковалось. Гиезий мог что-то делать. Но удивительно то, что помазание, которое было там, это было уникальное помазание. Вы знаете, это было мощное помазание. И Писание говорит нам о том, я хочу вам зачитать, о том, как это помазание, оно пришло на Елисея. Ведь оно было на Илии. И здесь говорится, 19 стих 19 главы 3 царств. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов. Внимание. И побежал за Ильею. И сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажигший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям. И они ели. И сам встал, и пошел за Ильей, и стал служить ему. Вы должны осознать простую вещь, что помазание, которое было на Илье, это как реальное субстанство, субстанция. То есть это что-то, что живое. Писание говорит, помазание научит вас всему. Помазание, оно может быть как щит невидимый вокруг тебя. Помазание откроет дверь, которая была закрыта. Помазание, друзья, это что-то реальное. Это Дух Святой, который высвобождает свою силу. И эта сила, она не мертвая сила, это живая сила. Скажи на это аминь. И Илья, он должен был передать это Елисею. Вы должны осознать, о чем я говорю. Поймите, Елисей, он же не смог передать помазание никому. Он помазание это не передал. И я вам зачитаю в Писании, там говорится, что оно осталось в костях Елисея, в его гробу. И причина, почему помазание осталось в костях, и оно не было передано другому человеку, вы даже не представляете. Потому что в то время не было ни одного человека, который бы подходил под это помазание. Который бы соответствовал этому помазанию. Ты должен осознать простую вещь. Я хочу, так как время мало, не буду все читать, а буду говорить. Хорошо? Смотри. Когда мы говорим о Елисеи, ты должен понять, что Елисей принял помазание от Илии во 2 главе 4 царства. Он принял помазание, потому что Елисей в своих мыслях соответствовал Илии. Он соответствовал помазанию. В своих мыслях, в своем образе мышления Елисей был именно этим человеком. И прежде чем он получил помазание, он был испытан. Он был испытан. Послушай, он ходил с Илией. И вроде бы он его имел. Но чтобы оно было пребывающим, ему нужно было пройти испытание. И Илия говорил ему, отойди от меня, не иди больше за мной, я ухожу. Он говорил, жив Господь, я иду с тобой. И он опять говорил в том месте, я извиняюсь, до свидания, я ухожу. Он отнекивался от Елисея. Он отнекивался от Елисея. Он пытался его оставить. Он пытался уйти от него. Он пытался, можно сказать, выгнать. Но, друзья, Елисей был человеком, который мыслил не так, как все люди. И он остался с Илией, и соответствие было в его мыслях. И он последовал за Илией, внимание, до конца. До конца. Скажи со мной, до конца. Скажи еще раз. Когда, смотри, и помазание пришло. Помазание пришло. Когда Илия, он сказал Елисею, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе в два раза больше. В этот момент, когда он это сказал, друзья, он говорит, это будет последний момент, когда ты сможешь со мной быть. Это будет последний момент, когда ты сможешь со мной находиться рядом. Но если в этот момент ты окажешься рядом, даже до самого конца, даже в тот момент, когда Бог будет меня забирать, ты все равно будешь рядом. Будет тебе помазание вдвойне. Понимаете, многие люди, они не идут до конца. Многие люди, они не такие. Гиезий был не таким. Елисей, он как Илья, он мечтал о человеке, которому он передаст помазание. Он мечтал и он воспитывал его, он вкладывал в него. Но вы должны знать один секрет. Научить нельзя, научиться можно. Если кто-то не учится, то ты его никогда не научишь. И вот смотри, Гиезий был другим. Пятая глава, четвертая царств говорит о том, что пришел момент. Я извиняюсь, я зачитаю, это будет очень быстро. Тем более до 11 еще. Далеко. Итак, пятая глава. Не Еман, который исцелился, он предложил Елисею большие деньги. Но Елисей отказался. И сказал Гиезий, 20 стих, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сыриянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нейманом и взял у него. Смотрите, в момент, когда Гиезий был испытан, в момент, когда, возможно, Елисей, Елисей, он специально это сделал. Он специально не взял ни копейки. Тот приносил дары и было нормально взять дар. Кто-то понимает это? Для пророков того времени это было нормально. Вообще был обычай, чтобы вы знали в Израиле, что с пустыми руками к пророку не приходи. И поэтому Нейман делал все правильно. Но Елисей, он был наполнен одной идеей. Он знал, что у него помазание, и со его жизнь проходит. И это помазание нужно передать Гиезию. И он специально ради Гиезия, ради его воспитания, ради того, чтобы Гиезий научился мыслить, как Елисей, научился видеть, как Елисей, научился идти с ним до конца во всем. Он говорит, не нужно ничего, не возьму у тебя ничего. И в этот момент Елисея сердце сжалось. Он ждал, он ждал, что будет, что будет, что будет, что будет с Гиезием. Как поступит Гиезий? Как поступит Гиезий? Друзья, и в этот момент Гиезий, я вам докажу, что Елисей об этом думал. Я вам докажу, что Елисей об этом думал. Он думал о своем Гиезии. Потому что Гиезий, это был наследник помазания, которое было на Илии. Помазание, которое потом, перед приходом Иисуса Христа, явилось на Иоанне Крестителе. Помазание, которое явится в последние времена. Писание говорит, что придут помазания Илии. И это помазание наследовать должен был Гиезий. И смотрите, что говорит Елисей. Я вам сейчас покажу, что он думал об этом. Он думал об этом. 25 стих. Когда он пришел и явился к господину своему, слушайте внимательно, Елисей сказал ему, откуда Гиезий? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? В тот момент, когда все это происходило, этот пророк думал только за Гиезия. И он видел всю эту картину в духе. Потому что эти люди, они могли переноситься в духе. Они могли в духе видеть события, которые были в другой стране. И он это все видел. Он думал о нем. И смотрите, он говорит, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масличные деревья и виноградники? И мелкий и крупный скот и рабов или рабынь? Он говорит, время ли? Он говорит, это был момент Гиезии, это было не время брать эти вещи. Это было не время брать эти вещи. Это было другое время для тебя. Это время формирования. Это время, когда отдавать нужно. Это время, когда жертвовать нужно. Это время, когда верным быть нужно. Гиезии, это не это время. Придет время в твоей жизни, когда придут и принесут тебе дары. И тогда возьмешь. Но это не твое время. Это было жутко Сегодня люди, из-за того, что у них мышление геезе Из-за того, что у них мышление неизмененное Они не могут носить на себе помазание Святого Духа Славу Божью, они не могут на себе носить этой силы Потому что внутри они не изменились Когда ты покаялся, когда ты стал верующим Ты в церкви, ну как ты не поймешь Это только всего лишь начало Теперь самое главное, чтобы ты преобразился в образ Иисуса Христа Скажи аминь Чтобы твой характер, он стал другим Чтобы ты переплавился, переформировался Чтобы твое мышление обновилось Чтобы Дух Святой мог на тебе пребывать Халилюя! Многие люди говорят, я хочу зарабатывать миллионы Сначала ты должен измениться Измениться внутри Потому что когда ты начнешь их зарабатывать Ты их никому уже не дашь Ты уже никому не будешь жертвовать Ты уже не будешь ходить в церковь Потому что ты станешь человеком без души Для того, чтобы к этому прийти Нужно внутри сформироваться смиренным Бог, у меня миллионы, я смиренный человек Бог, большое служение, я смиренный человек Бог, я счастливый, независимый, у меня все есть Теперь ничего не нужно Бог, я смиренный человек Кто-то о Миндзе скажет Халилюя! Вас дай Богу славу! Гиезий Он не понял именно этого Друзья, как это сегодня важно для нас Изменение мышления Изменение мышления Мы должны через новое мышление Через новое мышление Которое мы получаем от Иисуса Христа Войти в наследие Я читаю вам Писание, друзья, Ефесянам Я должен это зачитать Потому что это очень важно Первая глава Тринадцатый стих В нем и вы, услышав Слово Истины Благовествование вашего спасения И уверовав в Него Запечатлены обетованным Святым Духом Который есть залог наследия нашего Для искупления удела Его В похвалу славы Его Вы должны знать, что происходит Дух Святой сегодня с нами Дух Святой сегодня Он делает великую работу Вы знаете, Он населяет больных Освобождает пленных Разрушает проклятия Но самая главная работа для Святого Духа Это изменить твое мышление Это изменить тебя изнутри Это чтобы проклятие отцов Апостол Петр говорит, что нам передалось Проклятие отцов Суетных Суетное мышление Нам это передалось Кто-то меня понимает сегодня или нет? Нам это передалось, это факт И вот послушай меня Когда нам это передалось Это мышление То придя в церковь Это мышление никуда не делось Кто-то меня слышит или нет? Оно никуда не исчезло Оно никуда не делось Твой Дух возродился Аминь Но твоя душа Твое мышление Все осталось все тем же И ты должен понять Что то, что хочет Бог Воля Божья для тебя Чтобы твое мышление Было обновлено Чтобы ты стал новым человеком Когда мы говорим о четвертом измерении Я всегда задаю вопрос Думаю, Господи Ты мощно двигаешься в моей жизни Через четвертое измерение Я благодарю всех Кто молился В эту ночную молитву В пятницу Мы вошли в четвертое измерение Кто помнит Кто был Поднимите руку свою Халилюя Я благодарю Бога за вас Мы вошли Вы помните В четвертое измерение И вспомните Четвертое измерение Но многие люди И они не могут даже в него войти Это невозможно Потому что их разум Осквернен Их разум Он старый Он суетный Он проклятый И этот разум Он еще от отцов И нужно отрезать этот разум И теперь я вам показываю Самый главный стих Который сегодня хочу вам зачитать Четвертая глава Ефесяна Двадцатый стих Отложить прежний образ жизни Ветхого человека Истлевающего в обольстительных похотях И двадцать четвертый стих И облечься в нового человека Созданного по Богу В праведности и святости истины Внимание еще раз все Двадцать второй стих Четвертой главы Я читаю Скажи двадцать второй стих Отложить прежний образ жизни Ветхого человека Истлевающего в обольстительных похотях Двадцать четвертый стих Скажи двадцать четвертый Громко скажи И облечься в нового человека Созданного по Богу В праведности и святости истины Двадцать второй стих Скажи двадцать второй стих Первая строчка Отложить прежний образ жизни Ветхого человека Скажи двадцать четвертый Громко скажи И здесь написано И облечься в нового человека Теперь двадцать второй стих Скажи Отложить прежний образ жизни Двадцать четвертый стих Скажи И облечься в нового человека Значит смотрите Двадцать второй стих Говорит Отложить прежний образ жизни Двадцать четвертый стих Говорит Облечься в нового человека И вот мы пришли в церковь Вот мы пришли в дом Божий Мы с вами Мы говорим Мы должны быть научены научены тогда мы сможем научить других когда мы пришли что происходит мы пришли и у нас есть ветхий человек отложить прежний образ жизни ветхого человека и у нас сразу стоит вопрос хорошо я пришел для этого в церковь кто-то скажет аминь я здесь именно поэтому я на конференции именно поэтому я хочу облечься в нового человека созданного по богу скажи я хочу облечься в нового человека созданного по богу скажи громко созданного по богу халилюя как же это сделать что мне делать Братья и сестры, дорогие, я вам сегодня говорю. Для того, чтобы это сделать, нужно знать. Нужно знать, в чем ключ. Ключ. 22 стих говорит, отложить. 24 говорит, облежься. Какой стих мы пропустили? Назови громко. 23 стих, это ключ к новой жизни в помазании Святого Духа. Халилюя! И я зачитываю этот стих. А обновиться духом ума вашего. Скажи со мной, обновиться. Еще раз. А обновиться духом ума вашего. Только таким образом мы можем продвинуться от проклятия наших предков, от суетности ума, к новому разуму, который во Христе Иисусе. Только таким образом происходит это великое чудо. Друзья, теперь я зачитываю местописание. 19 стих, 5 главы 1 Иоанна. Мы знаем, что мы от Бога. Кто-то аминь скажет здесь? И что весь мир лежит во зле. Это тема этой конференции. Мы знаем, что мы от Бога. И что весь мир лежит во зле. 20 стих, продолжение. Знаем так же, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Знаем так же, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Друзья, чтобы вы знали, самое для нас должно быть важное в нашей жизни, придя в церковь. Все благословения, они будут приходить по мере обновления твоего ума. По мере обновления твоего разума. Запомни эту вещь. Твоя вера никогда не будет выше обновления твоего ума. Твоя вера никогда не вылится за берега твоих помышлений. Твои помышления. Вы знаете, Йонг Гичо сказал эти слова. Он сказал, что Бог имеет дело даже больше с твоими помышлениями, чем с твоей верой. Потому что помышление это корень всего. Мысли это дух. И когда ты мыслишь в Духе Святом и обновляешь свое мышление, ты становишься новым человеком. Ты можешь двигать горы. Ты можешь видеть чудеса. Ты можешь входить в четвертое измерение. Больной станет здоровым. Нищий станет богатым. Кто-то меня услышал? Слабость станет сильным. Потому что посредством обновления ума ты становишься новым человеком. Созданным по? Громко. По Богу. Созданным по Богу. Это происходит с тобой. И сегодня на этой конференции я хочу тебе сказать, что все проклятия, которые были, они рухнут. Но одно из вещей, это проклятие на твоем разуме, оно должно рушиться посредством обновления ума. Ты должен делать все возможное, чтобы в тебя входило учение. Когда люди в церкви, послушай, когда они делают такую вещь, они берут и все подряд учения забивают свою голову, то на самом деле у них нет ни одного, в который они верят. Теперь вы поняли мысль или нет? Когда у тебя все, 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 то на самом деле даже одного нет, в которое бы ты верил. А тебе нужно всего лишь одно правильное учение, в которое ты будешь верить.